Всем-всем большой привет! Начинаем новый влог. Я решила начать его с такого крошечного анонса. Расскажу, что сегодня будет. Во-первых, сегодня зеленые тени. Как я и обещала, все-таки показать чисто зеленый макияж. Вот так они смотрятся у меня. Это палетка из Project Pen. Но база, карандаш зеленый, тоже из Project Pen. И тени от DIVAGE из проекта. Вот так они вместе смотрятся. Карандаш у меня полностью является подложкой по подвижному веку. И сверху уже зеленые тени. И растушевывала я светло-зеленым оттенком тоже из этой палетки. На губах у меня тоже карандаш сначала нанесен. И потом металлический оттенок. Эффект металлик, помада для губ. Вот так вот. Голову мыла сегодня второй раз. После того, как ее покрасила оттеночным шампунем от Faberlic. Пока все работает хорошо, держится хорошо. Единственное, был вопрос. Стоит ли свежепокрашенный вот таким оттеночным шампунем идти на улицу, если начинается дождь и волосы намокнут? Вы знаете, сегодня я специально проверила. Единственное, конечно, дождь холодный, а вода потекла теплая. Еще не пользуясь шампунем, я вот только начала мочить волосы, вода потекла вот с оттенком. Получается, если белая куртка, как я вот сегодня, например, вы увидите в этом влоге, пошла гулять в белой куртке, то, мне кажется, могло бы и покраситься, если бы пошел дождь и как-то вот волосы намокли. Прогулка. Прогулка у нас с Максом получилась неудачная вчера. Как-то так получилось, что я забыла карту. Карту Сбербанка дома. И обнаружили мы это уже в первом магазине, когда мы зашли в фикс прайс, начали закупаться, карты не оказалось. Я собрала все деньги, которые у меня там были в кошельке, как раз расплатилась за фикс прайс, и на этом наша прогулка закончилась. То есть нам пришлось домой ехать на такси, и муж вышел из дома, оплатил это такси. Ну, в общем, неудачно получилось. Мы хотели и в столовую с Максом сходить прогуляться, после его болезни его выгулить. Но вот неудачно. Пойдем завтра, в понедельник приедет Эйвен, мы заодно Эйвен получим, и с ним все-таки повторим эту прогулку. Думаю, она будет более интересная. Но кусочки я все равно вставлю, так как мы снимать-то начинали с ним. И сегодня покажу, я разобралась в декоративной косметике. Стало места намного больше, потому что я тени выселила, и также покажу Степу немножко. Вот такой анонс. Поэтому оставайтесь до конца, и надеюсь, с нами будет интересно. А я буду пока прощаться. Я решила вам просто немножко поздороваться и показаться в кадре. Всем большой привет. Всем привет. Это Степа и Шины. Да, сегодня солнышко, Степа гуляет на солнышке. Да, сегодня солнечно. Покажи, как мы. Мы пошли гулять. Перчатки тоже. Пойдем? Пойдем. Привет. Привет. А что-то у нас камера не сильно заряженная оказывается. Ну вот, второй раз я пошла с почти разряженной камерой гулять. Какие у нас, Максим, планы? Хочу сходить в центр. Да, мы прогуляемся по магазинам. Я хочу улыбку радуги. Знаете, мне там пара продуктов покоя не дают. Что? И фикс-прайс. Ага, повеселел. Фикс-прайс первым. Фикс-прайс первым? Да. Кто любит вот так листья пинать ножками? Вот так вот. Ой, какая красота. Любимое занятие из детства. Пока народу нет, можно и попинать, пошаркать ногами-то. Да, Макс? Да. Вот красота. На деревьях не осталось ни одного листика практически. Небо темное, периодами дожди. Вчера мелкий снег у нас шел. Но, правда, он сразу таял. Было всего плюс 2 градуса. Сегодня плюс 10. Прохладно. Но вот, видите, перчаточки решила одеть. Сегодня я белая и пушистая. Одела белую курточку. Что? Я коричневый тёпкий. А ты, да. Я белая и пушистая, а ты коричневый и плоский. Замёрзж, что ли? Просто вот здесь. Сейчас мы тебя заматаем вообще шарфом сильно. Ну давай, а потом все полегче. Макс уже выздоравливает, практически выздоровел. Решила я его всё-таки на свежий воздух вывезти погулять. Так что держим путь к автобусной остановке. Макса мы замотали. Стоим на остановке и ждём автобуса. Дальше поедем на автобусе. В экспрессе надо будет. Он перчатки купит. Он что-то и перчатки не взял. Весь такой летний вышел. Но теплее с шарфом-то? Да. Долго прождали мы автобус. Субботы обычно у нас почти не ходят они. Макс даже вон убежал куда. Встречает автобусы первые. Сдалека такой маленький. Дом окажется большим. А на улице такой маленький. Это не наш ещё автобус. Он на перекрёстке как раз стоит. Что может и оттуда из-за угла поехать. А может и отсюда любой. А вот тот возможно наш. Глядывает. А вот этот наш. Поэтому сейчас смотрите Макс будет в любом бежать. Ага, спортсмен мой юный. Надо в столовую его будет отвезти. Кто пока болел, почти ничего не везет. Тебя, наконец-то дождался. Дождался. Ну пойдём, загружайся. В заднюю пошли. Я уже забыла, как выглядит автобус. Поймала я Стёп. Меня попросили показать, как вот эта вот чесалочка работает на Стёпе. Как ему морду можно чесать. Давай, Стёп, покажем. Покажем, как нам нравится. Вот нам так нравится. Ну, кот довольный, он нравится. Он прямо в песне орёт, пока его чешешь. Да, Стёп? Расскажи, как тебе очень нравится. Давай. Поднимай. Вот, вот здесь приятно. Стёпа, терпи, это запрос. Прочесать твою дорогую харю. Ну, довольный. Вот он прямо сидит, он... Если ему что-то не нравится, он ни за что сидеть не будет. А тут прямо, видно, удовольствие получает. Бока мне подставляет. Вот, как мы чешем. Всё? Или ещё почешемся. Ты драться теперь? А чего ты драться-то? Ну, вот, видите. О, вычесали. Ну, и в итоге, вот, смотрите. Он у нас гладкошерстный. И мы с вами вот начесали. Всё равно вот на такое количество меньше будет. На, играйся. Такой Стёп. Я, кстати, разобралась в своём комодике. Ой, это я, привет. Я разобралась в комодике. Давайте я вам покажу, как у меня стало. В косметике. Вот как стало. Я отсюда вынула все тени в отдельный ящик. Сейчас, ещё. Так, покажу вам. Теперь у меня всех больше здесь, конечно, помад. Тут блески, помады. Здесь бальзамчики. Там вдали тоже есть бальзамчики немножко. Здесь у меня вот всего корректоров разных, консилеров. Их у меня немножко. Вот, вот, хайлайтеры, база. Единственное здесь, чего нет, это то, что входит в косметички сейчас. Потому что у меня сейчас одна косметичка заканчивается. Я уже собрала следующие на ноябрь. И получается тут не всё, конечно. Тут тональные средства, бибишки, сисишки. Можно так сказать про сиси-крема. Это всё моё количество пудр. Один, два, три, четыре, пять, шесть в запасе. И одна сейчас рабочая. Стёпа справился с расческой. В последнем отделении... Так, переедем. Вот здесь у меня в зелёном контейнере все румяшки. А вот здесь вот шесть бронзеров. В этом отделении тут сверкалочки. Вот несколько хайлайтеров. Там тоже вот эти две упаковки. Вот эта и ниже. Первая палетка в чёрной упаковке для бровей. А ниже палетка... Сейчас скажу, какая. А, вот эта. В запасе. От Фаберлик. Она мне так понравилась, что я взяла точно такую же в запас. Потому что это уже, видите, плоская. И я боялась, что Фаберлик их выведут. И взяла. Причём взяла я её не купила, а по баллам отменяла. Она так-то дорогая. А вот с этой стороны две круглые банки вдали. Видно? Видно. Это от Эйвон в шариках. И с этой стороны двойные и тройные палеточки. Тут их немного. Вот две, по сути, от Эйвон. Даже три от Эйвон. Мастер скульпт. И вот такие две. Фаберлик и Эссенс. То есть у меня не так много. То есть получается, как вынула тени у меня. Не так много косметики оказалось. К моей великой радости. Ну и куда, собственно, переехали тени. Это вот такой ящичек я для них освободила. Я уж не буду сильно вынимать. Боюсь, что он может просто упасть. Так. Вот. Вот так выглядит теперь ящик, в котором хранятся все и все мои тени. Здесь и большие палетки. Вот если точнее. Вот сколько всего. И большие палетки, и маленькие. Это все и все мои тени. И новенькие, и любимые. И самые любимые. В общем, все у меня там. Вот такая у нас идиллия. Степа, когда хочет пожалеться, он мне не дает. Видите, рука была на мышке, он ее держит. Покажи, Степа, как ты держишь. Он ему там лапки сложил, харьку свою положил. И не дает мне мышку взять. Надо его гладить срочно второй рукой. Атаковал. Да, Степа? Не хочешь, чтобы я смотрела? Мы тут с ним сидели, выбирали ролик посмотреть. Но Степа решил, что время сейчас мордочку почесать, пузико погладить. Да, Степа? Да? Ну, что ты мне зажал руку-то? А? Ну, там лапки сложил. Сейчас попробую показать. Сложил он лапы и жалится. Да? Уже засыпает даже. Сложил он лапы и жалится.